Что такое частная космонавтика? Тут вообще очень широкое поле дискуссии на самом-то деле. И все очень довольно ртутовчато, поэтому я нашел, ну, точнее, нашел, написал свое определение и посмотрел определение товарищей из НАСА, которые определяли каким-то образом частную космонавтику в США. Первое определение вот сверху мое. Я когда готовился к лекции, знаете, узнал внезапно, что, оказывается, государственные и муниципальные юридические лица, это не одно и то же. Это как бы не государство, это как бы разные вещи, оказывается. Ну, я не знал. Так вот, собственно, организация, которая не государственная, не муниципальная, которая создана для получения прибыли. То есть какие-то, знаете, школьные проекты, например, которых уже сейчас много в России. Какие-то, может быть, проекты общественные, какие-то другие разные, которые направлены на получение прибыли, мы их вот сюда не вносим. Они есть, они известны. Вот одним из них я занимался, вот там, в Рома говорю про маяк. Но это все-таки не, как бы, не частная космонавтика. То есть она не направлена на получение прибыли. Вот тут, как бы, я говорю, что такое довольно, ну, как бы, незаменительное, как бы, неоднозначное определение. Ну, вот, как бы, мы так считаем. Товарищи из НАСА определяют, ну, как бы, знаете, в данном случае я считаю, что синоним частная и New Space, но, вообще-то говоря, это тоже такой аналогия, не прям 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 прямая, но, тем не менее, вот, приведем определение для New Space. New Space — это некие компании, которые большая задача в области космонавтики способами, которые для космонавтики нетрадиционны. Ну, то есть, там, какой-нибудь НАСА строит, там, большую ракету «Сутурн-5», да, которая летит на Луну. У них там есть подходы, которые они уже там используют. Использовали раньше. А компании, которые используют, например, покупая что-нибудь в магазине просто, используют готовое ПО или какие-то готовые другие решения, там, злобой электроники, чего угодно материалов. И, значит, это получает меньшую стоимость и меньшие сроки. Вот НАСА называет это New Space. Вот, считая себя, как бы, просто Space, да, НАСА, а они занимаются, типа, новой космонавтикой, New Space. Это, еще раз говорю, что не то, что совсем частная космонавтика, они даются прям синонимы, но очень в многом пересекающиеся области, скажем так, да. Поэтому мы считаем, что вот все вместе, то, что мы пытаемся сегодня обсудить, это частная космонавтика. И в этом понимании, и в этом понимании. Потому что все компании, которые есть сейчас в России, они занимаются вот такой и New Space, и частной космонавтикой одновременно. Ну и, собственно, что такое космонавтика? Компании, сейчас покажу карту, их вообще огромное количество занимается космонавтикой. Смотрите, например, есть компании, которые принимают еще с советского времени, с Written 89 года, например, спутниковые снимки зарубежных спутников на свою антенну. Вот, частная это космонавтика или нет? Просто космонавтика это или не космонавтика. Есть люди, которые, например, компании, которые, например, занимаются тем, что собирают данные из судов, плавающих в океане, с помощью спутников, данные эти апробатуют и делают базу данных судов, которые находятся в океане, куда они там не следуют, какой груз везут, какой скорость дерутся. Вот тоже совершенно космические данные, они получены из космоса, там спутники летали и данные собирали. А компания, которая эти данные собирает, она данные эти как-то преобразует и получает какую-то красивую, не знаю, 3D-карту. Ну вот космонавтика или не космонавтика. То есть те про то, что, или, например, люди, которые делают какие-то, я не знаю, например, батареи, которые ставят спутник, они летают в космос, но они делают не только для космонавтики, а делают батарейки самые разные, там для машин какими-нибудь, электрокаров, не знаю, самокатов, незарядных станций, чего угодно. То есть те про то, что такое космонавтика, это вот границу провести между те, кто делают батарейки, например, те, кто делают спутники в космос запускать, это вот как бы, ну, не прям жесткая, это тоже такая вещь дефицционная. Вот для этого есть специальная карта. Кто-то, может, слышал про НТИ? Не слышал? Национальная технологическая инициатива. Вот эти товарищи составили карту компании, которые, по их мнению, относятся к космонавтике, честно, к космонавтике российской. Видят их огромное количество. Друзья, можно не фоткать, я вам дам презентацию, если вам интересно будет. Напишите мне, все, пришлю. И карта, на самом деле, известно, ну, как бы, не я ее нарисовал. Короче, тут, видите, есть и вот эти сервисы на основе данных ДЗЗ, и всякие различные служебные системы, и там какие-нибудь, не знаю, наземные станции спутниковой связи, то есть огромное количество вещей, которые, по их мнению, относятся к космонавтике. Я думаю, что у них была другая задача, нежели у меня, поэтому они пытались охватить вообще максимально все, что какое-то, хотя бы, боково имеет отношение к космонавтике. Но в рамках той парадигмы, которую я сейчас пытаюсь вам донести, я выделяю только то, что, ну, как бы, теоретически может попасть в космос. То есть компании, которые пытаются сделать что-то попадающее в космос. Космический аппарат и ракета. То есть, например, люди, занимающиеся, например, системами для спутников, да, это уже не космонавтика. Ну, я еще раз повторюсь, во много раз повторюсь, да, что это весь очень такая расплывчатая. То есть, где провести границу, каждый решает сам. Я решил вот так. Вот те компании, которые сюда входят, сейчас я про них подробнее расскажу, они вот, по моему мнению, называются космонавтикой. Поэтому российская частная космонавтика — это то, что я сейчас вам назвал. Я расскажу про компании, которые в эту частную космонавтику входят в двух таких апостасях. Это, во-первых, компании, занимающиеся спутниками. Может, они пока ничего не запустили, но, тем не менее, у них есть как бы задача — это спутник сделать, запустить в космос, или систему спутниковую. И ракетчики, которые занимаются ракетами. Ракеты сразу забегу вперед, пока в космос не летали. С нашей территории, нашей страны космические ракеты запускали только Роскосмос. Ребята, я вам дам презентацию, не фоткайте. Правда. Гораздо лучше получится, если PDF-ка будет. И вот, собственно, две ипостаси, про ракетчиков, которые делают ракеты, и про спутников-острителей, которые делают спутники, я расскажу. Чем мне кажется любопытной моя лекция? Тем, что я рассказываю про компании, которых уже нет. Их довольно много, которые уже были и скончались. С некоторыми из ними я работал, не со всеми, но с многими. И есть что рассказать, поделиться опытом и как-то погревать. Вот, собственно, компании, которые сейчас есть, они пятисленные в порядке, ну, без какого-то умысла, там просто случайно так получилось. Вот они там есть. Самая из них большая сейчас, наверное, это Берот-440, а самая маленькая, наверное, Аван-Спейс. То есть там ни по алфавиту, ни по какому-другому принципу они не ассортированы. Вот, собственно, компании, это были спутников-острители, это ракетчики. Ракетчиков, видите, поменьше, и из них умерло побольше. Но на самом деле компании умирали, а люди, которые занимались ракетами, они переходили из компании в компанию. Ну, так, собственно, вообще и в спутниках было, и есть. Я про это тоже немножко расскажу. Но в целом, я бы сказал, что вот компании, которые, именно юридических лиц, которые существовали в области пределькостроения, их больше. Точнее, и было меньше, но больше умерло. Пропорция такая вот, в пользу мертвых больше. Как проводился сбор информации этой лекции со всеми компаниями, которые еще упоминаются, я провел, ну, те, которые уже еще не умерли, по крайней мере, провел такое интервью, можно назвать. Вот я приготовил вопросы, которые здесь обозначены, задавал им эти вопросы, ну, одинаково, и получил данные, которые вам, собственно, я сейчас и представлю. Это в конце будет табличка, которая вот какие-то собранные эти информации суммирует, и можно там, вот, пленить табличку, какие-то делать выводы. Я их тоже сделаю. Надо сказать, что не все компании отвечали про бюджеты, далеко не все. Но в основном все-таки практически все вопросы были озвучены, в смысле, они в дальнейших ответах. Отчасти, наверное, потому, что практически во всех компаниях у меня есть какие-то друзья, которые там как-то работали, со мной работали, я с ними работал и так далее. В общем, вот такие вопросы были всем заданы, и на основе этих вопросов получены были данные. Вот компания про спутники. Компания Barrel. Она возникла как компания в начале 90-х годов, возникла компания, там, 90-е годы, скажем так, занимающиеся связью, в том числе спутниковой связью. И вот в 2020, если не ошибаюсь, году они решили заниматься и спутниками. И начали строить космические системы. Макет одного из спутников здесь приведен. У них был запуск. И в Википедии, правда, сказано, что это был спутник, запущенный на ракете-носителе «Союз-2» для Ирана, который называется поэт иранский, всем известный. Я забыл название, простите, просто из презентации удалил его, а сейчас забыл. Который такие притчи сочинял. Амар Хайям, да. Спутник называется Амар Хайям. Спасибо. То есть там любопытная такая ситуация про это дело. Я спросил у них напрямую, когда готовился к выступлению, типа, ребята, это вы запустили. Они ничего не ответили по этому поводу. Но в Википедии по этому поводу написана статья, что вот при участии Баррел, при участии в НИЭМ, это уже не частная косметическая компания, это в Роскосмос, сделали спутник, который называется Амар Хайям, запустили в космос на российской ракете. И вот он сейчас эксплуатируется иранцами. Со ссылкой на сообщение иранского информационного агентства. Я не поленился, залез на сайт этого агентства, посмотрел, что написано, там не написано ничего по этому поводу. Наверное, вы думали, что, знаете, отправили читать на Фарси, и все на этом обломаются. Короче, там ничего не написано. Но можно надеяться, что все-таки по витающим слухам вроде бы так все и обстоит. Коллеги чем занимаются? Они планируют строить систему ДЗЗ. Как вы видите в дальнейшем, практически все компании, которые занимаются в нашей стране частной космонавтикой, пытаются строить систему ДЗЗ. Довольного вида. ДЗЗ – это съемка Земли из космоса. Дистанционное задерживание Земли. Причем ДЗЗ, видите, разные. Оптическое, с разрешением порядка меньше метра. Это тоже практически у всех повторяется. Практически всех хотят строить ДЗЗ с разрешением меньше метра. Но, кроме того, еще ДЗЗ радиолокационное и в области ИКА-диапазона. Чем это хорошо? В области ИКА-диапазона понятно, что мы видим какие-то теплые объекты на протяжении Земли. Всякие пожары, какие-то, может быть, старты балтических ракет, какие-нибудь, не знаю, выстрелы, там, что угодно. То есть это очень много применимо к всяким вещам оборонным. А СВЧ, в смысле спутники, которые делают фотографии с помощью радиолокатора, чем хороши, тем, что они могут проникать в свои облака ночью. И даже, в принципе, в некоторых случаях через слой листвы или земли, или воды. Ну, то есть тоже для разных целей, не только оборонных, но и для разных, в том числе, оборонных целей они применимы. Разрешение полметра, это означает, что вы можете с орбиты, с высоты против спутника увидеть объекты, ну, как бы, с минимальными деталями полметра. То есть, например, вы можете отличить машину грузовую от легковой. То есть вы вряд ли сможете отличить, там, не знаю, тип самолета, да, на полосе. Ну, там, вы увидите, что он бомбардировщик или истребитель, да. Ну, скажем, там, увидеть какую-нибудь подвеску на крыле этого самолета, вы не смотрите, потому что там не такие большие детализации. Вот. Я про то, что многие компании и в нашей стране, и в мире занимаются такими вещами. Они тоже, в этом смысле, не исключение. Еще одна компания, СТЦ. Коллеги возникли тоже еще довольно давно. Я сейчас точно не скажу цифру, там есть табличка моей. Точное время создания. Они занимаются, как они обтекаемо говорят, радиотехническим мониторингом в разных видах. На сайте у них написано, у них есть сайт. И вот, можно почитать, чем они занимаются. И примерно три года назад они позвали моего большого другу, Женю Космобьянского к себе. Он до него заливает спутнико-строительное направление и сейчас занимается тем, что строит маленькие спутники. Вот, видите, кубсатики 3у. Кто не знает, что такое кубсата? Нет, я расскажу. Кто не знает, что такое кубсата? Поднимите руку. Ага, окей, смотрите. Есть такой полезный формат спутников кубсаты. Это спутники, которых размеры имеют дискретные значения. То бишь, минимальный размер спутника – это 100 на 100 на 100 миллиметров. Такой кубик. Вы можете сделать следующий спутник, следующий по размеру, только 100 на 100 на 200. Следующий 100 на 100 на 300. Означается, что у вас спутник может быть не любой длины, например, не больше ширины, а именно такой. Это очень удобно, потому что такие спутники можно ставить в пусковой контейнер, такая коробка, которая вставляется на ракету. В него, кстати, вставляются, как в Катюш, вот такие спутники одинаковые. И потом крышка открывается, в космосе они вылетают. Такие ракеты, точнее, такие контейнеры есть на всех ракетах. На китайских, на российских. SpaceX запускает такие прям пачками спутники. Вообще все. Запускает – это очень удобно. То есть вы сделали спутник и, в принципе, не очень паритесь, как его запускать. Потому что если спутник у вас большой, размером, не знаю, с холодильником, то вам нужно придумать систему, которая будет крепить этот ваш спутник к ракете. Это тоже отдельная задача, непростая. И это нужно испытывать, это все дело, все проектировать. В общем, это сложно. А тут вы сделали спутник в таком форматике и запускаете их очень легко. Так вот, коллеги к спутнике уже сделали, запустили на орбиту. И сейчас занимаюсь тем, что делать спутники тоже для радиолокации. Вот у них, видите, такие творческие планы. Тротехнический мониторинг, назовем это так. Оптическое ДЗЗ тоже разрешением не полметра, гораздо больше, но, тем не менее, тоже съемка в оптике. Разрешение спутников для радиолокации в области их диапазона – это с помощью радиоволн тоже, радиолокатор. Побольше, чем у предыдущих коллег, но тоже довольно хороший. Плюс ко всему они делают компоненты для спутников, то есть какие-то запчасти, их продают. И уже вполне успешно продают. Плюс ко всему они занимаются тем, что данные со спутников обрабатывают и на разные вещи накладывают. В общем, какая-то система для анализа полученной спутник-информации. Вообще-то говоря, их, скажем так, отдел занимается спутниками, в смысле, в СТЦ. Но в целом СТЦ сейчас делают огромное количество бесплотники и, по-моему, Орланы, если не ошибаюсь. У них в сайте написано, что они делают. И вот спутники – это такая маленькая пристроечка к этому большому заводу, делающим Орланы. Следующие коллеги – Steel Space. Удивительно, что я про них не знал, когда я начал делать обзор. Мне про них подсказали мои друзья и коллеги. И там тоже, когда здесь работают мои друзья и коллеги, мы с ними поговорили. И выяснилась удивительная вещь, что есть такая компания, которая занимается системами охраны периметра. Steelsoft называется. Они родом из Ставрополя. Вот они решили себе сделать еще… Занимались и охраной периметра, и дронами разными. И вот они решили сделать себе такой, как бы, съемку Земли из космоса с помощью… Да, возьмите стульчики вон там. Простите, пожалуйста. Сделать себе еще такую съемку Земли из космоса. Я с ними пообщался, они строят себе целый завод в районе метро Савеловская. Ну, я видел вначале там стройку, там какая-то грандиозная что-то намечается. Надеюсь, они уже закончили. Собирают строить большие аппараты. Ну, то есть сейчас я покажу, как у них есть характеристики. Ну, что меня очень удивило, они рассказывали, что они запустили уже один аппарат. Уже я получаю снимки, но не называют, когда их запустили, и не называют параметры, собственно, аппарата. Масса и всего прочего. Но у них есть телеран-канал, Space-компания называется, да, можно его нагуглить, и там у них есть снимки, прям гулярно добавляются. Но вот такие секретные ребята, чем они занимаются, точнее, как они эти данные получают, они не сообщают. Вот, запустили аппарат с массой 420 килограмм, разрешением полметра, тоже, видите, полметра. Кстати, далеко не все опубликуют данные по своим аппаратам, но если данные, которые имеющиеся, просуммировать, то можно предположить, что в текущих российских реалиях, то есть наш текущий российский технологический уровень позволяет делать аппараты с разрешением полметра массой примерно 300-400 килограмм. То есть, например, не 10 тонн, да, не 100 килограмм, но какие-то оценочные вещи можно сделать. Друзья, кто пришел, можно не фоткать, я дам презентацию, если интересно. Так что можно не заморачиваться с фотографиями. Вот, планируют делать группировку из таких аппаратов в 9 штук. Понятно, чем больше аппаратов, они у вас вращаются по орбите вокруг Земли, то вы можете чаще снимать одни и те же точки на поверхности Земли. То есть, у вас, например, есть какой-то объект, не знаю, где-нибудь в Африке, спутники вращаются по орбите, а под ними вращается Земля. Поэтому если у вас один облач такой орбиты вокруг Земли, то у вас пока Земля вращается снова до этого облача, то вам будет как бы, ну, пройдет время какое-то, да. А если у вас этих облачей вокруг Земли много, то один из спутников, она быстрая точка повернется. Поэтому больше спутников, больше, точнее, меньше период опроса, период съемки этих точек на поверхности Земли. Кроме того, они планируют делать ДЗЗ, в смысле, ДЗЗ орбитационные, кроме того, они предлагают свои компоненты продавать. Ну и, собственно, у них есть ПО, они такая как бы IT-компания, которая нужна для того, чтобы планировать миссии космические, и данные, полученные со спутников, обрабатывать. Плюс ко всему, вот про это они говорили так очень совсем вскользь, но они планируют делать тоже, видите, низкорабитальную спутниковую голосовую связь, а-ля Иридиум, а-ля Старлинк, а-ля то, что делает бюро 440. Ну вот, это, видимо, не только в таких начальных стадиях, но это уже вроде как-то планируется. Прикольная компания Стратонавтика. Я довольно давно дружу и знаком с Денисом Фремовым, который основатель. Здесь вот реальная картинка, полученная с их запуска. Что, собственно, они сделали? Они придумали прикольный формат спутников, который еще меньше, чем Кубсат. То есть Кубсат, это, в принципе, вот такие, сейчас покажу аппаратики. Кубсат 3У, это 300 на 100 на 100. То есть такая половина одной коробки. Если вы делаете спутник такой, как бы, не очень сложный, типа, скажем, для школьников спутник делать, делают ее школьники или делают студенты, то порядка, ну, не знаю, там, миллионов, наверное, 10-15 стоит его производство и запуск. Точнее, в нашей стране запуск уже бесплатно можно организовать. Есть программы специальные. Но, тем не менее, порядка такой цен. Денис предложил, ну, предложил его, запустил такие аппараты, которые для конечного потребителя, для какой-нибудь школы, можно даже частного леса, стоят 1 миллион рублей. То есть, вам говорю, покупаете, даете 1 миллион рублей, вам дают какие-то детальки, вы из них собираетесь в спутник, вам их испытывают и запускают на орбиту. Из-за маленьких размеров, там размер получается 5 на 5 сантиметров. Минимальный объем юнита, там, видите, есть такие совсем кубики, вот такие маленькие внизу, а есть побольше. Из-за, собственно, маленького размера и можно запустить сразу огромное количество и, соответственно, существенно падает стоимость. Вот они это дело запустили и сейчас пытаются дело продавать. Называется формат TinySat. Стратонавтика, там, видите, даже написано на логотипе, занимается тем, что запускает в стратосферу разные полезные нагрузки. Занимается это довольно давно. Запустили их в сотни, даже больше двух сотен. И вот решили для себя открыть такое новое управление в области космонавтики. Что они делают? Во-первых, то, что я рассказывал, это первый пункт. Второе, что они развернули для этих спутников, не только для них, но в том числе для них, наземные станции связи по всей стране, довольно широко, там, по-моему, самое западное в Калининграде, а самое восточное, точно в Владивостоке есть, может, на Камчатке тоже. Кроме того, они пытаются продавать эти конструкторы, то, что я говорил, да, то есть вы за миллион рублей получаете какую-то штучку, которая позволяет вам заплатить число в космос. Ну и, кроме того, они проводят соревнования под эгидой, по-моему, Роскосмоса, когда дети, ну, как бы, собираются в некий там конкурс, да, там, есть какие-то проекты, они делают какие-то макеты и спускают их на гель-вам шаре, в зонде, в трансферу примерно километров на 20. И там в условиях близким космическим испытывают. Там проекты самые разные, там найти датчик, измеряющий радиацию, и какие-то там тараканы, живущие в банке. То есть вообще всякие разные проекты у школьников бывают. Уже точно было три, как сказать, три года они этим занимаются, можно больше уже. Ну и, собственно, Дениса идея, что такие запуски в фотосферу – это классная тема для проверки спутников. То есть вы можете за относительно небольшие деньги запустить ваш, там, скажем, блок электронный в условия, близкие к тому, что будет в космосе. Но существенно дешевле. Вот. Коллеги из спутникса, которые чтобы сделали повод нам сегодня для встречи, наверное, точнее, не наверное, точно скажу, что по количеству спутников сейчас у спутников самая большая группировка во всей, даже в российской космонавтике, ну, как бы всей. То есть не обязательно в частной космонавтике, вообще во всей российской космонавтике. Больше, если не ошибаюсь, 70 аппаратов находятся на орбите. Аппараты маленькие. Видите, вот есть фотографии из этой комнаты. Я работал в спутнингсе и был в этой комнате лично. Это вот такой, знаете, стеллажи стоящие с раз, два, три, с трех сторон. Они стоят заставленными промилотными аппаратами. Вот прям вот это все, что находится на заднем плане у ребят, это реальный спутник, которые полетят в космос. Они вот сделаны, и в космос полетят, ну, некоторые уже полетели, некоторые полетят скоро. Причем, видите, спутники разные. Вот это вот спутник Купса-3У, который 100 на 100 на 300. Спутники 6У, то есть у них размеры 100 на 200 на 300. И вот там такой побольше спутник ближе стоит. Это спутник 12У, то есть получается 200 на 200 на 300. Радные спутники, разные цели, сейчас я про это расскажу. Но кроме того, они еще делают, я когда работал спутник, занимался как раз испытаниями этого аппарата. спутник для съемки Земли с разрешением 0,7, если не ошибаюсь, метра, с массой около 150 килограмм. Эти спутники называются по-разному, этот спутник называется киноспутник, потому что у коллег есть идея снимать, собственно, кино. Короткие ролики с орбиты, чтобы можно было делать полезные данные. Кроме того, там есть любитель группы кино, у него прикольные логотипы этого спутника. А вот, собственно, ребята, которые делали Аврору, первый частный спутник российский, это 2017 год, они запечатлены на пысковой базе Ясной под Оренбургом. Запускался спутник на ракете-носитель Днепр, такая большая военная ракета, Сатана, которая, миру известно, с нее снимают боеголовки, ставят, сейчас уже не летает, с нее снимали боеголовки, ставили спутники, запускали в космос. Получался очень дешевый способ запуска. Маск такой хотел купить, чтобы запустить свою полезную нагрузку на Марс, но мне не продали. И начал делать SpaceX из-за этого. Собственно, вот спутничек, видите, небольшой по размеру, как ребята говорили, примерно с ведро размером. Ну, скажу так, что вот с такой с правой стороны второй человек, смотрящий вперед, это Стас Карпенко, который сейчас работает в спутнике, как раз руководит одним из проектов. Вот в центре такой товарищ в очках, смотрящий вниз, это Антон Сивков, а там еще такой вот обнимает с кольцом на руке Никита Эвилев. Вот они сейчас работают в бюро 440. Помните, вначале я рассказывал про то, что там все эти люди, компании исчезают, а люди переходят в международные компании. Вот такая грибница получается. Вот ребята, пример такой грибницы. Не все работают сейчас на космонавтике, может, не в космонавтике вообще, но вот ребята, Стас, Антон и Никита работают в космонавтике уже в разных компаниях. Планы спутникса на будущее. Во-первых, вот они собираются, уже прям занимаются тем, что делают систему для IoT, интернет вещей, такая передача данных с низкой скоростью между точками на Земле. С помощью спутников Кубсатов 3У, это такие маленькие совсем аппаратики, которые я уже два раза показывал размеры, они запустили порядка около 30 аппаратов на орбиту из этой системы и в этом году запускают еще много. У них там, я говорил, целая пачка этих спутников лежит на полка и запускают о них в каждом запуске ракеты нашей российской по несколько десятков. Вторая группировка АИС. АИС это система которая стоит на судах ходящих в море или океане. Судно сообщает о том, что оно так называется, идет таким-то курсом с такой скоростью, такой точкой назначения и нужно для того, чтобы вы могли в разных ночью и в других условиях понимать, что вокруг вас происходит. То есть вы не видите это глазами, с помощью локатора тоже не видите, но понимаете, что там дверется вокруг вас. Собираете данные в масштабе всей планеты, можно получить базу данных, о которой я вначале тоже рассказывал. То есть такая группировка судов, двигающихся в разные стороны. Надо сказать, что не только они этим занимаются, и все говорят, не только с космоса можно такие данные собирать, можно собирать с земли. но вот одна из систем, которая сейчас уже работает. Буквально недавно была новость, вчера что ли, и позавчера, по тому, что с помощью системы спутникса было получено данные про проводки, проходе корабля из Петербурга в Шанхай через Северный морской путь. Вот коллеги как раз из спутникса это дело собирали. Киноспутник, я про него говорил, начинается проект Атомсад, тоже большой аппарат, 350 килограмм, уже как раз для съемки с помощью радиолокатора. Ну вот, собственно, про спутникс, наверное, все. Бирот-440, сейчас Бирот-440 самая большая космическая компания в России, и по количеству людей в своей компании, и по запущенной массе на орбиту, я придумал такой критерий, как вообще компанию сравнивать. Потому что они очень разные. И подумал, что такой самый столь интегральный параметр это количество запущенных не спутников, точнее, не количество запущенных штук спутников, а масса запущенной орбиты. Вот, собственно, у Бирот-440 пока самая большая запущенная масса. Про это тоже в конце поговорим. У них было два пуска пока, в каждом пуске было по три аппарата. Мисси назывались просвет-1 и рассвет-2. Цель у них довольно простая. Ну, как бы, простая с точки зрения формировки, но технически довольно сложная. Это создание группировки связи на низкой орбите для объединенных данными. Интернет такой. А-ля русский Starlink. Они двигаются довольно успешно. Запуски происходят, ну, как бы, в общем, спутник делается довольно быстро, запускается тоже довольно быстро, и в целом эволюция происходит довольно быстро. Ну, собственно, да, вот про это говорил. Да, еще недавно вышел, тоже позавчера вышел фильм про них на каком-то канале я где-то видел. В общем, ссылка была на смотрим.ру. Не знаю, это какой канал, я не смотрю телевизор, не знаю. Там был документальный фильм на 40 минут как раз про только Бород 440 с фотографиями из их цехов, из офисов, с интервью работниками, поэтому можно посмотреть, если интересно, там тоже много информации. Компания Geoscan. Да, все компания, которые сейчас прочитаю, все находятся в Москве, кроме STC, она находится в Питере, и Geoscan тоже находится в Питере. Geoscan. Запустили пока два аппарата. Первый аппарат назывался Edelweiss, у него была на борту камера, и он, собственно, делал картинки земли. Сейчас про эту картинку расскажу. И второй аппарат, который они запускали, ну, вот этот человек отделали, не запускал другой человек. Это был аппарат, из которого выходили маленькие спутнички Дениса Ефремова из артонавтики. То есть, если вы видели эту картинку, сейчас я провистаю обратно. Вот это вот. Эта картинка сделана с спутником матрешки, который отрылся, из него вышли маленькие малыши такие, на спутнике, который остался летать, находится камера, которая фотографию сделала. Это большой спутник, большой, в смысле, Кубсат-3у, сделала компания Geoscan. Geoscan вообще славно тем, что делает огромное количество разных беспилотников, образовательных, не знаю, для гелоразведки, для военных, может быть, я просто не интересовался. И вот они же делали такой беспилотник только в космосе. Я у них был в цехах и ходил по офису. Очень интересно, я так понимаю, что для компании, которая делает такие вот вещи, типа, скажем, там, вот STC или Geoscan, делать электронику для беспилотников примерно тоже самое же делать беспилотнику для спутников. То есть, там есть какие-то разные вещи, но в целом это как бы электронные платы, какие-то, может быть, там, не знаю, кабели, какие-то, там, не знаю, элементы корпуса, которые плюс-минус, ну, даже прям совсем одинаковые, но очень близкие. Поэтому переделать свое производство как бы выпуск элементов для спутников, ну, стало не очень сложно. Вот эти фотографии я сюда привел воспользоваться своим сложным положением. Человек, который руководит проектом в Geoscan, это мой давний друг Саша Кохлов, и они сделали им на день рождения подарок. Вот это вот, кто-то не знает, это полоскор Камчатка, я там вырос, и вот вот здесь вот есть такой маленький заливчик на карте, вот в середине примерно снимка, это Аллатинская бухта, и там есть поселок, где я вырос, вот там очень мне было приятно получить такую фотографию. Да, собственно, что тем занимается Geoscan. Во-первых, они делают кубсаты для образования, есть в нашей стране Монмозель, можно не фоткать, я дам презентацию. Если вы, конечно, охотностаиваете, то можно фоткать, но в целом можно получить прям PDF-ку. Есть в нашей стране две программы по запуску бесплатных спутников, то есть вы, если школьник, например, студент, вы можете объединиться другими школьниками и студентами, запустить свой спутник бесплатно с помощью программы SpaceP, как раз вот коллеги из Geoscan там тоже участвуют и с помощью программы Universat. Два варианта даже запуска бесплатных есть и можно этим воспользоваться. В общем, коллеги делают для студентов и школьников наборы, которые можно использовать для создания своих спутников, делают системы и платформы для кубсатов, то бишь, условно говоря, вы можете купить все, кроме полезной нагрузки. Полезная нагрузка это как бы некая суть спутника, ради которой он запускается. То есть научный спутник это такой прибор, который создает какие-то научные данные. Если это спутник для съемки Земли, это какая-то камера, например. Если какой-то, например, спутник биологический, там какая-то маленькая камера с животными. То есть то, ради чего спутник собственно и создается. Это называется полезная нагрузка. Все кроме полезной нагрузки они могут вам сделать и поставить. Кроме того, они строят свои собственные станции, прямопередающие для управления спутниками. Ну и собственно предполагается, что будут потом продавать сами аппараты. Пока у них все это в большей степени в начале. Небольшой коллектив пока. Тоже это увидите. Но компания, которая не входит, она очень большая. И в целом это, наверное, большой задел на будущее. Аванспейс. Мне кажется, самый такой прикольный, оригинальный, яркий проект. Вы если слышали, в этом году полетела первая ангара А5 с Восточным. 11 апреля. Так вот она вывела огромную ангару, на 840, по-моему, стартовая масса вывела один маленький спутничек. Вот он здесь с вами находится слева на слайде. Видите? 3,8 килограмма весит. Тоже Купса Трю, про который я уже сегодня рассказывал миллион раз. Очень удобный, скажем так, формат спутника. Что они делают? У них есть гениальная идея, как мне кажется, сделать такую передачу данных с помощью лазера из космоса. Они это называют по-разному. Либо реклама, либо данные на ваш смартфон из космоса без радиосвязи. Очень по-разному. Но прикольно то, что вы запускаете аппарат, или группа аппаратов, которые летают только в формации. Они наводятся на место, где вы сейчас находитесь, и дают вам серию сигналов с помощью лазера. Можете увидеть в небе яркую, сияющую точку. Ползущую по небу. Очень, мне кажется, интересно. Так вот, они на ангаре договорились хитрым образом запустить свой аппарат. Запустили его в 11 апреля у них поработал, там оказалась орбита меньше, чем они планировали. Поработал он меньше, чем они планировали, но тем не менее провели испытания все, которые захотели. У них не было точной системы ориентации, поэтому они не смогли навестись прям как бы в себя лазером с орбиты, но полученные телеметрии видели, что лазер работает. Планируют делать все это дальше, но у них, надо сказать, совсем маленькая компания, двигаются они очень медленно. Вот, собственно, это я говорил, что яркая звездочка, несколько спутников летящей формации в следующий этап, что ли, и, кроме того, они предлагают продавать компоненты для копсатов. SR Space. Я думаю, что, наверное, все, кто не слышит космонавтика, слышали про такую компанию. Кто-нибудь не слышал? Поднимите руки. Не слышали? Не слышали? О, ребята, ну я скажу. В общем, я скажу, что, наверное, в частной космонавтике российская самая громкая и всем известная компания это SR Space. Они раньше назывались успешные ракеты, SS Rockets, потом они как-то переименовались. У них много разной интересной движухи, ну, то есть занимаются они там буквально всем, знаете, от создания плавучих каких-то обеселотников, заканчивая ракетами и спутниками. Ну вот, есть какие-то испытания, есть какие-то там такие маленькие полеты, прожиги и все прочее, но пока до запуска спутников ракет у них не дошло. Но планы грандиозные. Вот у них есть... А, ну да, собственно, я про это сейчас расскажу. Они планируют делать довольно большие и орбитальные ракеты, ну там типа запуск Земли килограмм двести на низкую орбиту. Делать и спутники самого разного вида. Но вот пока до реальных каких-то запусков в космос и до запуска спутников на орбиту пока не дошло. У них есть огромное количество публикаций можно повторять и в вступлении тоже можно посмотреть. Если интересно, можно на них обратить внимание. Но мне кажется, сейчас они самые такие обсуждаемые, что ли, в нашей частной космонавтике российской. Робо, прости, пожалуйста, я начинаю хрипнуть. Можно мне водички? Мы переходим к части мертвой компании. Это The Aerospace. спутники, которые я занимался здесь как раз представлены на картинке. Это первый спутник Даурии ДХ1 назывался. Даурии экспериментальный первый. 25 килограмм, 400 на 400 на 300 миллиметров. И второй спутник, который, собственно, Даурию погибил. Был запуск аварийный в 17-м году, 14 июля, где как раз погиб наш маяк. И там же погибло два спутника Даурии, который их потом выставил в счет. О, спасибо большое. Спасибо. Вам книжка. Спасибо. Вот. И в целом планы были такие тоже довольно грандиозные. Когда работал Даурию, запустили спутник ДХ1 с той же системой АИС такой для проверки совментальной. Надо сказать, что в Термина это был 14-й год, когда начинало все, это был примерно 12-й год. И когда вы работаете в частной частной компании, российской, звоните куда-нибудь в компанию в Роскосмос. И о чем договорились? Я занимался испытаниями, договорился об испытаниях. И обсуждаете разные параметры вибростенда, размер плиты, крепления, все прочее. Все договорились, сказали, а вы откуда-то звоните, вот такая есть компания, Довлю Респейс. Что-то говорить не слышал никогда, вот частная компания. И люди просто не верили, что так вообще может быть. Прошло 10 лет, ситуация изменилась, далеко все-таки не везде. И практически все, кто работает в космонавтике большой и государственной, в принципе знают уже, что есть частная космонавтика на нашей стране, и разные компании. Может быть не знают конкретное название компании, в России. Но тогда это было просто, знаете, как будто вы там, не знаю, с чем сравнить даже. Говорите, что построить дома ядерный реактор. Вот я построил реактор ядерный, вот он работает. Все, ау, как же так? Ну вот, первые два проекта были реализованы, спутники были запущены в космос, есть, опять же, история про Дурия написана, там есть как бы трагическая последняя глава, которая как раз перелала к ее закрытию, я не буду останавливаться, там долго рассказывать. Ну и идея была в том, что делать спутник на заказ для низкой робития на НГСО, ну и во времена разгара компании, там было три филиала в Сколково, в Мюнхене и в Калифорнии, и вот филиал в Мюнхене должен был делать ПО для анализа спутниковых снимков. Ну, точнее, он делал ПО, а потом все развалилось. Надо сказать, что идея делать спутник на заказ, как мне кажется, она ни на нашей стране не заберем, не взлетело. То есть, компания, которая хотела делать маленькие спутники, кубсатики, например, или там побольше, они делают обычно их сами для себя. Да, что они, знаете, покупают у вас 10 спутников или 20 спутников. Чаще всего они делают их сами, и, возможно, вот эта идея продажи спутников на заказ, она оказалась в целом нежизеспособной. Но, тем не менее, такая была задумка. Еще была прикольная компания Елини, там был директором Владима Тепляков, они планировали делать то самое как раз низкопитальный свободный связь. Аналог Глонаса, Господи, Лангарепт, Тарлинг, Иридиум, то, что у нас первое было самое. Ну, и, в случае, делали Бературин 40. Я им помогал с теплом и с прочностью, интересно было общаться, у них очень, как бы, все было такое расплывчатое, до запусков дела не дошло, и максимум, что они смогли сделать, это испытывать свою такую очень хитрую монтенну, которую они сделали, в попытке ее, как бы, использовать для сотовой связи. Но запусков в космос у них все-таки дело не дошло. Ракетчики. Довольно широко известный в узких руках частной космонавтики российской Николай Николаевич Дезиси-Вайнаровский держит в руках летающий стенд, как он называет это дело. Как она называлась компания его, 3D-оследование и разработки, 3D-R&D. У них такой большой производственный бокс, даже, по-моему, несколько боксов в Новом Воронеже. И они получили финансирование строя сейчас гораздо большего размера ракету. Напомню, что пока никто из ракетчиков в нашей стране в космос не летал. Были разного рода запуски, не очень большую высоту, но вот это, наверное, в смысле, Николай, один из тех людей, которые партнерились для дальнейших всех, потому что за время работы две, по-моему, или три компании ну, как бы сказать, прекратили свое существование, но Коля двигался дальше. У него силы не заканчивались и он продолжал заниматься этим всем. Ну, собственно, и дальше продолжал. Сейчас они делают маленькую ракету вертикально, то, что я лежал вот Коля, это как раз вертикально. Ракета на компонентах топлива, керосин и закись азота, такая для России не очень, так сказать, традиционная. И планируют делать тракетноситель Воронеж на основе двигателей, который он будет поставлять по плану ОДК. Объединенная двигательная кооперация, это будут такие маленькие дверочки, сделанные на основе рулевой камеры от РД-107. Если вы видели, вот ракета, которая запускает в космос космонавтов, такие маленькие поворотные двигатели, ну, это отдельная камера такого размера. Вот они предполагаются, что будут поставлять эти двигатели для вот таких маленьких ракет. Это довольно-таки живые ракетчики, много будущих неживых. Компания из Питера, ОКБ Кулон, у них были прожиги, про них не очень много обеспечено, я с ними пообщался, но большого количества информации не получил. По них известно, что они запускали камеру своего двигателя на стенде в Вейнмехе, но тоже до ракет пока дело не дошло, по-моему, были какие-то у них проекты, пока на таком уровне бумаги, до железа только дошли пока двигатели. В целом, ведь и план грандиозный, делать и сержевую ракету, и для нее стартовый комплекс, и малый разгонный блок, то есть ступень, которая разводит спутники по робите. совершенно такие разные масштабы. Компания Arrokis попала в презентацию очень интересным образом. Было мое первое выступление с этой лекцией в июне, кажется, этого года. Они пришли на презентацию и сказали, вы знаете, а нас там нет, можно нас включить? Ну, давайте. И вот, собственно, когда пользовались это выступление, они прожигали такой очень-очень прототип своего двигателя. Вот, собственно, здесь, видите, есть камера, здесь, наверное, видно, но, в общем, вот такая штучка с дыркой, смотрящая туда в сторону вниз, это их камера, есть стенд для работы компонентов, у них, по-моему, вполне традиционный керосин и кислород и планы тоже довольно на эти грандиозные. Самое, что мне понравилось, это такая space delivery, то есть доставка чего-то через космос. Не знаю, если кто-то как бы напоминает, но мне кажется, напоминает запуски военных ракет. Ну, вот, собственно, совершенно обычные планы. Кстати, обратите внимание, что практически все наши трениракетчики ориентируются на то, чтобы начинать с метеоракет. То есть ракета не орбитальна сразу же, а на то, что поднимается там, не знаю, километров 100, например, и падает обратно вниз, не входя на орбиту. В этом смысле они неоригинальны. Пошли мертвые компании, их довольно много будет. Самая из них, наверное, грандиозная, это 7Space. Она, таким, знаете, прогнула очень ярким болидом на небослоне частной космонавтики в России. Я так понимаю, что там ничего не осталось. То есть среди своих знакомых и друзей, которые общаются между собой, я пытался выяснить, есть ли какие-то признаки того, что компания жива. Нет, вроде бы ничего не существует. У них остался прикольный YouTube-канал, можно посмотреть на него. Сайт, по-моему, закрылся. Но что они сделали действительно такого прорывного и прикольного? Во-первых, они стали оператором запусков Zenith, по-моему, в 2014 году. Последний был пуск Zenith с Байконура. Видите, такой маленький зеленый логотип? Это как раз логотип от 7Space. То есть, они самую ракету не делали, они научились ее как бы запускать. То есть, которые работали на ракете на Байконуре, они были сотрудниками компании 7Space. И второе, что получилось у них сделать, они смогли добыть плавучий космодром для Zenith. Он сейчас находится в поселке Славянка по Лавиостокам. Состоит из двух судов. Это, собственно, пусковая площадка. Видите, такая на много опорах. И судно управления Одиссей. В целом, мне кажется, этот проект был очень, ну, как бы, странно задуман, потому что было понятно, почему все идет на Украине. А ракета пускалась на Украине в Днепропетровске. Запускать что-то с этого космодрома тоже можно только только Zenith. Поэтому, ну, как бы, что делали с Ферюмом, который директором был, есть, точнее, с Эвен, для того, чтобы он сделал такое спутника, точнее, такое ракетное подразделение, я просто не понять не могу. Тем не менее, какие-то вещи случились, они действительно делали запуск с Баканура, действительно купили космодром, но в целом все не закончилось. планировали даже что-нибудь делать с собственным ракетно-носителем, и даже, опять же, вот на прикольном YouTube-канале есть у них видосы, как они это делали, там разные технологии сварки они использовали, и ТД-печать, и были какие-то испытания стенды управления, но в целом, к сожалению, далеко дело у них не ушло. Следующие интересные тоже мертвые ракетчики это Космокурс, Павел Пушкин, довольно известный в узких кругах, они занимались довольно долго созданием системы для космического туризма, то есть такая ракетка маленькая, спускающая капсулу, одноступенчатая ракетка, на совершенно обычных компонентах керосиновой кислороде, которая поднимает на 100 километров капсулу, и капсула спускается вниз на парашютике, а ракета садится вниз на собственных двигателях. Примерно как делает Безос и не в Шепорт, если бы с ним называется ракета, вот собственно только то же самое, только на керосине. Они много лет работали, сделали из железа только фортуничную головку, начали проливать ее, в начале фортуничная головка это место, где расправляются компоненты топлива в двигателе, и потом смешивают, начинают гореть. Только самая верхняя часть двигателя. Планировал, что будет вот в этом прекрасном месте подниженого расстроить космодром свой для запуска туристов, чтобы, знаете, это было все близко к Москве, не нужно было далеко ехать, но вот причина того, что у них получилось, это был мароком, то есть что у них там закончилось, то ли деньги у инвестора, то ли терпение, то ли, в общем, непонятно, почему закончилось, но закончилось. Компания закрыта, и Павел Кушкин занимается сейчас, по-моему, не космонавтикой. Ну да, я про это говорил. Ребята, запустившие, ну, наверное, зажегшие, те, которые зажгли первороссийский жидкостный двигатель ракетный, вот здесь показывают струя, назывались они New Space Technology Research Rocket Technologies, но почему-то как бы на русском языке, НСТР, РТ. Разбережь они тоже в Воронеже, там тоже работал Николай Николаевич Д.И. Войноровский, план был совершенно такой, видите, традиционный, в том смысле, то есть тоже маленькие ракеты, тоже запуск сначала метеоракеты на небольшую высоту, потом запуск орбитальный. Ну, тут ничего нового не скажу, поэтому перейдем в следующем, прогремевший взрывом на испытаниях Lean Industrial Саша Лин, мы с ним учились вместе в Бауманке и ходили на военную кафедру, это скриншот из его видео, ну, занимались тоже совершенно обычными ракетами, то есть в совершенно смысле обычным планом, то есть маленькие ракеты запуске на 100 км и ниже, и потом запуск серфилка ракеты, но чем они проставились, тем, что они делали двигатель на передкисе и керосине на испытаниях, типа, знаете, зимой где-то там в Ногатина в воскресенье вечером у них случился отказ, движок взорвался, ясколок двигателя попал через там забор к какому-то охраннику в соседней какой-то будочке, слава богу, никого не убил, ничего не повредил, не было даже каких-нибудь судов, но это было прямо, знаете, событие такого прям большого масштаба. Саша думал, что все-таки там поедет в тюрьму, но слава богу обошлось и как-то все рассосалось. Но сейчас, к сожалению, компания уже не существует и он, космонавтика, занимается уже с другой стороны с точки зрения выдачи грантов в фонде «Восток». рассказывайте про статистику. Тут есть табличка. Мне кажется, вот эти линии, которые разделяют дисплей, может быть, мешают, но тем не менее, сейчас можно будет поговорить про компании. Я постарался собрать такую, знаете, максимально объективную информацию по данным, которые я собрал. сейчас на ваше внимание обращу на следующие вещи. Во-первых, здесь видите, есть столбец, который говорит, что чем компания занимается. Это, соответственно, спутники, это спутники, ракеты, а вот такой черепок означает, что компания уже почила в бозе. Что тут интересного? Во-первых, смотрите, практически все занимаются ДТЗ. То есть те компании, которые объявляют о том, чем они занимаются, они практически все занимаются ДТЗ в сольном виде. Либо оптическое ДТЗ, либо ДТЗ радиолокационное. Еще интересно, что можно посмотреть из этой таблички, что практически все возникли в 2020-е годы. То есть есть такие оксакалы, как спутник с Даурия, которые возникли раньше, но в целом, не знаю почему, что там случилось в 2022 году, возникло прям много компаний, которые захотели заниматься этим всем, собственно, спутникостроением. Самая локшая запущенная масса в обороте 440. Это вот следующая полная запущенная масса. За два запуска запустили 720 килограмм. Следующие товарищи, которые запустили больше всего аппаратов, это спутникс. Вот они выше с отцом. У них запущено примерно 300 килограмм, всего запущено около 70 чем-то аппаратов. И запускается еще больше. Информация собрана на начало лета, а люди же работают до конца, они там не стоят, и у них движется вперед, поэтому в целом информация обновляется. И по количеству людей, и по количеству запущенных спутников, и по всему прочему. Но вот соотношения примерно остаются теми самыми. Что-то еще интересного. Видите, компании очень разные. То есть есть компании, там, какой-нибудь Сатанавтик, например, или Аван Спейс, которые маленькие совсем, да, 10 человек, а есть такие монстры, как Берочетин 40. Последняя информация, которую я видел в сети, то, что у них уже было полторы тысячи человек. Они очень активно растут, не все, активно растут, и поэтому в целом компании разные, я про это говорю. Ну, про даты говорил, что в целом все возникли почему-то в 20-е годы, но есть вот компании, возникшие значительно раньше. Даурия и Спутник в этом смысле появились гораздо раньше. Про бюджеты практически никто не говорит, но вот есть, например, видите, данные от SR Space, что они пытаются все свои проекты из области спутника остроения и ракет примерно 600 миллионов рублей. Как ни странно, Steel Space заявил о том, что на их спутник съемки Земли, который, помните, 720 килограмм весит, разрешение полметра, ушло у них примерно миллиард рублей. По данным, которые были вовсе спутникс, вот их аппарат, который такой, как холодильник выглядит, такой с камерой вниз, смотрящий, разрешение 0,7 метра, масса около 150 килограмм, он стоит тоже порядка миллиарда рублей. То есть, можно предположить, что как бы такого рода аппараты в нашей стране с таким техническим параметром стоят примерно столько. У нас две точки всего есть, но тем не менее, можно сделать какой-то анализ. Такс. Наверное, все, давайте посмотрим про ракетчиков. Про них меньше информации, видите, ничего не запущено, запусков нет, на орбите, на орбите нет, но, что можно обратить внимание, видите, количество человек существенно меньше, то бишь, все компании маленькие. Соответственно, маленькие коллективы, мало денег, вот обратите внимание, что там есть некоторые даже какие-то суммы, мало денег и все движется медленно. Давайте еще раз аппарат посмотрим, тут видите, компании там 100 человек, 150, 1500 человек, ну там 1200 сейчас, а тут вот видите, там 10, 30, максимум 50, ну 60, как у космокурса было. То есть, это все-таки совсем разные масштабы, как бы сказать, подхода к решению задачи. Вот. Напоминаю, что это все можно получить, будет, если хотите, там самостоятельно проанализировать, делать выводы, ну как бы, отличные от меня, от моих. Саша Льин писал для Сколкова историю, предысторию частной космонавтики, там есть очень любопытные артефакты. Во-первых, компания, которая возникла, компания, это очень сложная еще, но в целом нечто, то, что сейчас называется космическая регата, которая существует до сих пор, у них есть очень прикольный сайт, это прям такой, знаете, реликт, который прямо, наверное, с 95-го года к нам вот пришел 21-й век, посмотрите, можно будет прям вдохновиться, скажем так. Они стали заниматься солнечными парусниками в связи с тем, что в 94-м году в США предполагалась такая, знаете, гонка электронических парусников к Марсу. Вот должны были разные компании, в том числе советская компания какая-то, сделать солнечные парусники, чтобы в этой гонке участвовать. Гонки не было, это все как бы не закончилось ничем, но тем не менее компания возникла, космическая регата. Потом из нее вышел Севастьянов Николай, который основал Газпром космические системы, и сейчас эта компания Газком существует, и там даже завод есть под Щелково. Ну вот из такого как бы некоторого смысла куриоза родились довольно серьезные вещи. Они запускали всякие штуки, которые вот, ну вот здесь представлены на картинке, но это скорее как бы даже не они, а коллектив на основе РКК-энергии. Другие прикольные ребята планировали делать пилотируемый маленький самолетик для запуска такую тоже с траекторию подъема к космосу и спуска вниз, который должен цепляться на самолет МСА-5 и ну как бы летать на 100 километров. Все это было в масштабах, точнее в составе конкурса Ansari X-Price. X-Price такой фонд, который, как бы сказать, спонсировал личные достижения, точнее прорывные проекты в области самых областей разных, в общем там и космонавтики, и роботов, и там образования, и куча всего прочего. И вот вместе с Ansari, такая была Анютша Ansari, первая женщина-косметичка туриста, которая полетела, они сделали конкурс, которым победил в итоге господи, называется компания Skelled Camposites, а Брэнсон, да, собственно, они запустили самолетик, а это был наш российский проект. Можно почитать, это интересно, но у них дальше разговоров дело не пошло. Второй товарищ, который тоже делал красивые картинки, были какие-то у них проекты и публикации о совместных работах вместе с Энергия, но к сожалению, тоже дело дальше картинок не пошло. Вот одна из таких картинок здесь на картинке представлена. Прикольные ребята, я про них не знал, когда до лекции, когда начинал даже вроде бы они получили лицензию на космическую деятельность, даже вроде бы были какие-то подготовленные запуски аппараты космические, но они их не запускали. Идея была тоже реклама в космосе, такие, знаете, зеркала, которые светят там, не знаю, из космоса на Землю и там какие-то строят какие-то красивые узоры, но тоже до запуска дела не шло, но запал был интересный. Проект тоже, видите, фонда экспрайса компании Google небезызвестный. Идея была в том, чтобы построить робота, который пройдет по Луне как минимум полкилометра, передаст данные в начале и в конце пути. Я в этой команде, в этом конкурсе участвовал в составе команды «Сильноход». Это была единственная команда из России, а в целом было около 35, что ли, 37 команд по всему миру. Надо сказать, что конкурс ничем не закончился, потому что оказалось, что на нашей планете Земля пока сделать робота, который пойдет по Луне и спросить его на Луну, невозможно в частной компании. То есть там были разные попытки, там, не знаю, запускались японцы, американцы, израильтяне, но, наверное, самые успешные были американцы, потому что у них в этом году полетела посадочная станция, по них все скажу, называется компания «Интуитив Машинс». Вот они как раз выходцы из этого конкурса. У израильтян при посадке на Луну отказали датчики, и они разбились при посадке. У японцев была похожая ситуация, но в целом именно в рамках конкурса. Это компании, которые туда полетели, они частные компании, американские, японские, израильские, надо правильно сказать. Почему они не выполнили условия конкурса, то есть они не полетели Луну в заданный срок, полетели потом уже, за пределами. Но вот, собственно, мы были одним из них, и отчасти Даурия Респейс, которую я бы называл, она появилась на основе инженеров, которые были в филе на ходе, в том числе и на мне. Как улетел за рубежом? Естественно, хочется сравнить, что происходит у нас с тем, что происходит у них. Начнем с того, что то, что можно назвать спутником коммерческим, то есть дело не в НАСА, полетело за рубежом очень рано, в 62-м году. Напомним, первый спутник полетел в 57-м году. Пошло всего 5 лет, и полетели спутники уже совсем не государственные. Первая компания, которая стала заявлять, что она будет делать ракеты, она очень интересная, про нее можно почитать кучу интересных публикаций и видео от РАК из ФРГ, потом она переехала в Замбию, и там с каких-то диктатором местным строила маленькие ракеты, там просто был угар и трэш. Почитайте, ну, в общем, она появилась в 75-м году, то есть тоже довольно рано. То, что можно назвать космонавтикой, которая не государственная. В 82-й год запуск, ну, тоже такой, как бы не совсем прям частная компания, но, тем не менее, ракета, которая была сделана не в НАСА, не военными. Компания купила списанные ступени от боевых ракет американских, от межкандидентальных, и вот здесь делала свою ракету и запустила ее на 300 километров. В 84-й год, вот в НАСА я называю, что это такой был прям эпохальный момент, когда там какие-то сняты были барьеры для развития частной космонавтики в США, и вот они с той поры начали активно развиваться. с 82-го года. Это, видите, довольно много времени прошло уже. Следующие большие достижения, 91-й год, а 90-й год, прошу прощения, Пегас, запустили с самолета ракеты тоже сделаны из ступеней боевых ракет. Компания, которая, ну, как бы, делала по своему разумению, то есть не по заказу НАСА, а прямо сама делала. Запуски очень редкие, но довольно дорогие, но, тем не менее, первый запуск был в 90-м году. Обратите внимание, первые попытки сделать что-то были в 75-м, даже причем не в США, а полетела она через много лет в 90-м году. 98-й год, такой курьез, любопытный, спутник, который делался для компании Гонконга, оказался в ходе неудачного введения около Луны. Там отказали, запускался на нашей аркете Протон, отказал разгонный блок и фильтры баллистики предложили схему введения, которая использовала для выхода на орбиту рабочую, маневр вокруг Луны. Это была целая эпопея, был такой классный журнал «Новости космонавтики» российский, и там публиковались как раз шаги этого эпопеи, она была многомесячная. Можно почитать в этом номере с 98-го года эти все интересные приключения. 2000-й год на «Союзе-30» полетел, «Союз-ТМ-30» полетел первый космический, точнее, как бы не турист, в общем, короче, заказ на эту миссию был сделан не в НАСА, не в Роскосмосе. Я не понимаю, кто полетел конкретно, можно посмотреть в Википедии, но в целом деньги были получены от частной компании. Так как раз была идея спасти станцу мира для какого-то там исследования, использования, но это все закончилось ничем, к сожалению. Первый космический турист, 2001-й год, уже на МКС полетел, Денис Тита, компания, которая заказывала этот полет, то есть не весь на корабле «Союз» заказывала, а только одного человека, Денис Тита, это была Space Adventure, американская компания. Сейчас она, уже, по-моему, планирует запускать что-то с SpaceX. Вот тот самый Space Ship 1, который первый частный полет суперментальный, то есть в самолете делала себя компания «Скаллт Кэмпозит» Бертом Рутаном, а компанию потом купил, в процессе конкурса купил Брэнсон. И, собственно, сейчас у них связаны проблемы сложные, то есть они там подпускали вроде бы людей, какие-то сложности с этими кораблями, которые они летают, но в целом вроде бы в этой власти движуха есть, и они развиваются. Но первый такой полет был в 2004-м году. 2008-й год. Видите, ну, давно уже. Первый запуск был частной ракеты Falcon 1, SpaceX. Надо сказать, что это тогда было что-то тоже сродни там домашнему реактору. То есть, типа, компания, делавшая сами свою ракету, запустила ее в космос, что-то вообще нереальное. но пошло уже много лет. Видите, со всего года прошло сколько уже лет? 14 лет прошло, 14 лет прошло, 16, да, извините, 16 лет прошло, и, думаю, как бы компания SpaceX, одна компания SpaceX, изменила вообще довольно сильно мировую космонавтику в целом. И продолжает менять. 15-й год, Falcon 9, они смогли посадить первую ступень после выведения. Тоже достижение, потому что это такая первая вроде бы экономически оправданная многоразовость. Многоразовость была, если помните, у Space Shuttle, но она была все-таки не очень экономически оправданная. 20-й год, тоже, видите, уже прошло 4 года в целых, первый пилотируемый полет к МКС. В корабле сделана честная компания, не по заказу NASA, тоже большое достижение. Товарищи из Боинга сейчас там мучаются, к сожалению, никак не могут спуститься на землю, потому что Боинг сделал что-то не очень хорошего корабля. И, наконец, в этом году товарищи из Интуитив Машин смогли посадить на Луну не так физично, но успешно первый в свой модуль. То есть, это компания, которая появилась из-за конкурса Google Lunaris Price. В конкурсе не победила, то есть, там не победили вообще конкурс, закрылся ничем, не сдержившись, но, тем не менее, компания появилась, и они смогли уже после окончания конкурса, через много лет окончания конкурса сделать аппарат, который сел не совсем удачно на Луну. Он там упал, поломился ножки у него, и он упал на бок. Но, тем не менее, вот как бы есть доверение вперед. Видите, если сравнивать нашу частную космонавтику с мировой частной космонавтикой, ну, видно, что у нас есть такой, как бы, большой, у них есть большая фора, это не для нас. Какие можно сделать такие, как бы сказать, предварительные выводы из того, что я вам сейчас рассказывал? Во-первых, что, ну, как бы, мы сильно, что ли, отстаем по времени. То есть у нас началось все, ну, 15 лет, да, примерно, а в мире в 4 раза больше. Можно хотя бы отчасти предположить, по крайней мере, что у нас такие, как бы, разницы в результатах из-за того, что они начали раньше. Второе, что, судя по всему, спутник делать легче, чем ракета. Ну, опять же, понимание условий в космосе, какие-то технологии, какие-то материалы, там, электроника и прочее, оно за больше, чем 60 лет космической эры стало уже гораздо более простым. И делать такую маленькую коробочку, запустить в космос, но гораздо проще, чем сделать огромную такую, ну, даже не прям огромную, какую-то, любую ракету запустить что-нибудь в космос, даже саму себе. Маленькая коробочка и там, многотонная штукенция там с жидким топливом. Пока, к сожалению, ситуация такая и действительно, вроде бы, судя по тому, что происходит наша частная космонавтика, российская космонавтика, компании, которые делают спутники, гораздо больше, и они гораздо более успешны, там, все коммерческие, чем компании, которые делают ракеты. Третье, от запуска, точнее, от создания компании до запуска в космос с ракетой пришло 15 лет. Вот я там говорил, отрак и запуск Пегаса. Поэтому можно положить, если так, делать какие-то оценки и предположения, что скоро у нас должно начаться запуск частных ракет в России. Вот типа уже в ближайшие годы. То есть, не знаете, еще 10 лет, а вот прям скоро должны появиться первые российские частные ракеты космические. Четвертое. Самые большие достижения в частной космонавтике в США. В принципе, китайцы еще очень много чего сделают. Они движутся чуть позднее, чем американцы, но тоже сделаны очень много. Гораздо больше, чем в нашей частной космонавтике. Можно предположить, что это из-за того, что экономика в США и в Китае значительно больше, чем российская. То есть, большая экономика, может быть, маленькая доля выделяется на частную космонавтику, попадает в частную космонавтику, но из-за того, что общий объем большой, эта маленькая доля тоже большая. В нашей стране схожая доля выделяется на частную космонавтику, но из-за того, что у нас экономика значительно меньше, достижений в этой области финансирования гораздо меньше. Пятое. Для меня тоже было необычно. Пока я начинал изучать, собирая данные для этой лекции, практически все компании, которые есть в нашей стране, частные космические, они возникли в старых холдингов. То есть, скажем, СТЦ делала спутники, из них выделился отдел, который занимается спутниками. Geoscan, SteelSpace, ну, собственно, практически все, которые вы не возьмете, они либо возникли прямо в составе какого-то компании, холдинга, либо туда вошли. У меня спутник скупилась компанией Cetronics. Так что, в целом, это такая для меня логовительная вещь, и вот вроде бы это, ну, как бы, такая вот объективная реальность. Шестое. Тут, как бы, ничего необычного, во всем мире так и происходит, все компании, которые есть, в нашей стране, частные космические, практически все заключения в OneSpace, такое экзотическое, они занимаются понятными вещами. Связью, съемкой земли, ну, и навигацией не занимаешься, потому что навигация, как бы, это все-таки гладнос, GPS, они такие все полувоенные. Поэтому, в самой обычной области, которая есть во всем мире, ничего необычного в этом смысле не происходит в нашей стране, это связь и съемка земли. Седьмое. Компании делятся на три группы, очень грубо, если делить, самые крупные, это СТЦ и Бюро 1440, средние, типа там, до 200 человек, и видите, наибольшее количество, и маленькие компании, которых четыре штуки. Статистика по компаниям, которые делают спутники, обычно, запуски происходят обычно через год, два, максимум пять лет. Довольно быстро после создания компании происходит первый запуск. Практически все наши ракетчики российские используют GRD в качестве своих, в составе своих носителей. Почему? Потому что, ну, это как бы непонятно, почему на самом деле, то есть, нет такого ответа у меня, но предположение такое, что в нашей стране жидкостные двигатели доступнее, потому что ТТ-топливо, это альтернатива жидким, оно используется у военных. И купить двигатель на отвертом топливе, ну, очень сложно, из-за разных ограничений. Он секретный, с ним сложно, как бы, больше по объему, и, в общем, я думаю, что из-за того, что он используется в составе военных ракет, с ним просто никто не хочет связываться. Типа, маленький движочек на GRD, маленький движочек на жидком топливе сделать гораздо проще. Вот. Десятый. Маленькие ракетчики, поэтому медленно двигаются, я про это говорил. Ну, и, наконец, пока в космос мы ничего не запускали межпланетного и частного, российского. Очень хочется. Выводы из того, что я сейчас рассказывал. Во-первых, частная космонавтика только развивается. Это понятно, что у нас маленький, в смысле, период времени прошел, забежем гораздо больше, и мы в этом смысле бурно развиваемся. Второе. Из анализа того, что у нас возникало, умирало в области спутников и в области ракет, можно сделать вывод, что компании новые, если будут появляться, появляться, скорее всего, в области спутникостроения. Потому что там вроде бы проще. И вроде понятен большой рынок. Третье. Уже сейчас происходят какие-то вещи, связанные с тем, что новые проекты появляются не в составе Роскосмоса. Вот у меня бюро 440, это не, скажем, не Роскосмос заказывает у какой-то компании какие-то спутники. Это министерство, короче, Минцифра называется, так сокращенно. Минцифра финансирует бюро 440 для того, чтобы делать спутники связи. Многие проекты с военными и не с военными тоже заказываются у частной компании. То есть, сейчас это меняется, слава богу. Потому что получается, вроде бы, что в частной космонавтике многие вещи происходят быстрее и дешевле, чем в Роскосмосе. И поэтому, вот я написал так, аптеками, видите, что вроде смещается акцент больше в частную сторону. Что еще, мне кажется, очень важно, на это обратил внимание как раз Коля Десеноровский, что стало понятным, что можно делать спутники и пытаться делать ракеты космические не там гигантскими, не там тысячами человек, а маленькими конторками, которые, ну, как бы, начинают прилить как маленькие конторки и достигать реальных результатов. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Пожалуйста, вопросы.